Это у меня экземпляр нашей струны. Он состоит из пучка напряженных проволок, который находится непосредственно в жестком коробе. Здесь сверху головка качения. Она представляет из себя стальной штрипс, который размещается непосредственно на коробе. Здесь имеются втулки для задания траектории пучка внутри короба для того, чтобы обеспечить строительный подъем непосредственно самого рельса напролете. Напряжение будет передаваться непосредственно по проволокам. Здесь через заполнитель имеется связь с дорожкой качения. Заполнитель из себя представляет дешевую, разработанную нами, бетонно-полимерную смесь, которая и гасит шум, и может передавать какие-либо нагрузки. Также на сегодняшний день у нас имеется некий опыт в трибофатике. Данная наука нам позволяет более конкретно судить о том, как себя ведет колесо в контакте с рельсом, где нам необходимо улучшиться конструктивно по таким элементам, как колесо и рельс, влияя при этом на шумность, вибрации, плавность хода. Сам по себе рельс, он весь у нас преднапряжен. То есть, условно говоря, он весь выступает в роли струны. Поэтому, собственно, сама струна и является элементом, как токопередачи нашей структуры. В железной дороге для передачи энергии используются рельсы, вот, и у них есть какое-то сечение, через которое ток проходит. Но они, они сами по себе не несут такую нагрузку, как у нас. То есть, у нас рельс, он более развит и имеет большее сечение поперечное. Поэтому в нашем случае, если относительно железной дороги, увеличение сечения нашего рельса для того, чтобы реализовать прочность его, оно играет нам на руку, потому что оно позволяет уменьшить потери на передачу энергии. У нас есть решение на сегодняшний день, как обеспечить подвижный состав питанием низкого напряжения, но при этом передавать энергию на значительное расстояние. То есть, ну это 50 тысяч и более километров реализуемо. Один из важных аспектов нашей транспортной системы является беспилотное управление транспортными средствами. Ну, безусловно, анализ тех аварий, происшествий, которые происходят в автомобильном транспорте, в железнодорожном транспорте, авиационном, показывает, что основной причиной опасных ситуаций и происшествий является именно человеческий фактор. На этапе создания такого беспилотного транспортного средства нам придется проходить все этапы сертификационных испытаний, множество различных процедур, дабы реализовать те самые безопасные алгоритмы беспилотного управления. Собственно, это один из аспектов, благодаря которому наш транспорт и можно будет считать инновационным.